Мне все время приходят вопросы типа «У меня есть девушка, у меня есть парень, мы встречаемся, и мы сделали истихар». Истихар на что? Истихар на харам? Мои дорогие, истихар не делают на запретное. Вы ведь уже приняли решение пойти по запретному пути. Сойдите с него, остановитесь, покайтесь. Будьте искренни с Аллахом и будьте честны и решительны в стремлении вести праведную жизнь. И вы увидите, как Всевышний откроет врата своей милости. Но пока человек совершает запретное, он идет против Всевышнего. Еще и делает истихар. Вы что, хотите использовать Всевышнего? Всевышнего невозможно использовать. Мы можем использовать людей, мы можем лгать родителям, мы можем лгать друзьям, мы можем лгать своим детям и супругам, но невозможно лгать Всевышнему. Всевышний наблюдает за всем. Давайте поговорим об отношениях. Люди следуют тому, что они видят в соцсетях. Появился тренд на то, что люди вступают в отношения вне брака. Согласно исламу, это запрещено. После того, как случились эти запретные отношения, происходят разные вещи. Если Всевышний спасет их от заболеваний, если они поженятся, я такое встречал несколько раз. Люди приходили ко мне с одной и той же просьбой о помощи. Скажем, они вели запретный образ жизни, а в этом случае их отношения лишены благодати, если только человек не раскается. Оба супруга должны раскаяться перед Всевышним. Оставьте грехи в прошлом, остановите то, что вы делаете, и будьте искренни перед Всевышним. По своей милости Всевышний заменит ваши грехи на благие деяния и затем дарует благодать. Он прощает грехи своим рабам. Но есть те, кто продолжает оправдывать свое поведение, оставаясь в запретных отношениях. В случае брака такие люди никогда не смогут доверять друг другу. Пара, которая начала свои отношения с запретного, вступает в брак, и они сталкиваются с тем, что не могут доверять друг другу, если они не покаются. Может произойти следующее. К примеру, они сидят вдвоем в ресторане. До этого они поссорились из-за чего-то, и муж, чтобы помириться, говорит жене, «Давай пойдем в ресторан». Они идут в ресторан, и мимо них проходит какая-то девушка. Он смотрит на нее. Жена спрашивает, почему ты на нее смотришь? Он говорит, да просто так. Она проходит, я просто смотрел в эту сторону. Она говорит, откуда я знаю, что ты говоришь правду? Ты ведь теперь стал религиозным, и тебе нельзя смотреть на запретное. Ты вступил со мной в харам. Как я теперь могу тебе доверять? А он говорит ей, да и ты далеко не ангел. Это ты привела меня в харам до брака. Как я могу доверять тебе? Вот так шайтан подбирается к ним, делая их отношения токсичными, и затем они разводятся. Если между супругами нет доверия, нет и отношений. Их отношения с самого начала были лишены благодати. Бывает и такое, что мусульманин начинает отношения с немусульманкой. Он хорошо к ней относится, ухаживает за ней. А когда дело доходит до брака, он говорит, тебе надо принять ислам. Нельзя иметь подобные отношения, сейчас рамадан, говорит он ей. Но она ничего не знает об этом. И ее нельзя обвинять, это мужчина должен знать такие вещи. Она полюбила этого парня и начинает изучать ислам, потому что хочет выйти за него замуж. Будет ли такое отношение к вере искренним? Она делает это только ради парня, а тот строит из себя праведного. И к ней приходит осознание, что он лицемерно себя ведет. Как ты мог знать, что это харам, и ни разу мне не сказать об этом? Как я могу доверять тебе при вступлении в брак? Я не была тогда в исламе, ничего не знала об этом. Конечно, если человек покается перед Всевышним, и перестанет делать то, что он делает, и решительно настроится на кардинальное изменение своей жизни ради Всевышнего, возможно, Всевышний откроет врата своей милости, и ситуация наладится. Всевышний прощает все грехи. Канал Ансар Медиа предоставляет вам уникальную возможность стать частью этого важного призыва. Ваше участие не только оставит след в истории, но и даст возможность получать непрерывные награды. Не упустите шанс внести свой вклад в доброе дело. Переходите по ссылке в описании и станьте частью этой благородной миссии прямо сейчас. Продолжение следует...